А в зоне АТО трое украинских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков. За сегодня противник 22 раза открывал огонь из тяжелых орудий по нашим позициям. И вновь обострилась ситуация на Луганском направлении. В районе села Желобок боевики обстреляли из танков подразделения нашей пехоты. Подробнее Ирина Баглай. Разрыв танкового снаряда. Сейчас вчерашнего обстрела. Хрупкое затишье на Бахмутской трассе было недолгим. Два танка боевики вывели на огневые позиции еще засветло. Танк стрелял в закрытой огневой позиции на весной траектории. То есть визуально мы не спостерегали. Звучит сам стрелял танк. По прилету видно, что працювал в напрямку Донецкого. С танка ты слышишь прилет, потом выход. Ты в готовности по окопной линии разбежался, а там уже судьба судьбинушка. Бойцу с позывным близнец накануне повезло. Не добежал до места попадания вражеской мины буквально за секунду до разрыва. Я вот бежал, как раз не успел даже подбежать, и она разорвалась. Буквально я думал, что в голову осколки вошли. Отстрелявшись, вражеские танки отошли в тыл за терриконы. А вот из села Жилобок, которое боевики давно превратили в свой укрепрайон, в сторону украинских позиций полетели противотанковые ракеты. Этот бронированный ДОТ – позиция для наблюдения. Стены полметра, бетон и противокумулятивная решетка. Но вчера и эта крепость не выдержала. Два парямых попадания противотанковых управляемых ракет. Свои огневые позиции боевики уже давно обустроили в когда-то жилых домах. Они преподносят по своим новостям, что нужно, что есть какие-то семьи. Мы местных не наблюдали ни разу. Пулеметные расчеты у них на чердаках стояли. Пятичасовой вражеский обстрел украинские пехотинцы выдержали. Несмотря на то, что боевики задействовали все вооружение, у наших военных без потерь. Один из бойцов от снайперской пули наемника погиб на рассвете, когда было тихо. Вчера в 4 утра наш боец, выходя на пост, никто не ожидал, что он в такое время будет работать. Остановка автобусная, трансформатор. Он просто занимает позицию на возвышенности, устанавливает оборудование и стреляет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.